Всем привет! 21 июня, пивная пятиминутка, Илья. Вот я и на даче, время уже 10 час, может быть даже 10. Не мог раньше снять, потому что шел ливень, дома снимать невозможно, потому что там семья многочисленная, так сказать. И вот выбрался на природу, влажненько, поэтому тут ливень хороший прошел, поэтому у меня сегодня со мной моя мохнаточка. И допельбок от шлинкерлы, собственно, что я хотел еще очень-очень попробовать еще с самой начальной недели шлинкерлы. Я не знаю, сфокуситься нет, я думаю это и не важно, кто видел, тот видел. Зеленая пробочка, он должен был быть третьим получается, четвертым по цвету, потому что есть желтая, зеленая пробочка, светло-зеленая, тут темно-зеленая, потом голубая и вот темно-зеленая. Но я решил все-таки допельбок на пятницу оставить. Единственное, что меня сейчас комары сожрут, я тут, как видите, рядом с лесом, да, это у меня тут не хромакей. Ну, я думаю, кровь, кровь, моя грязная кровь, выпиткой крови дохнет комар. Так что они ко мне сильно-то и не лезут. Слушайте, насыщенный, цвета нету, да, вот странно мне сейчас говорить про цвет пива. Но все равно он красноватый, бордовый, коричнево-бордовый. Такой темный-темный чай. Одного падлу поймал за ухо. Допельбок тоже копченый. Кстати, мне комментарий прислал, спасибо тебе большое, дружище, про Хелес, который у нас в среду был. Он написал в комментарии, можете прочитать этот комментарий, что реально это не я бокал не помыл, а этот Хелес реально вот с легким добавлением дымка. Потому что там в баре что-то ему там предлагали. Вот у меня богатые подписчики по барам ходят. Блядь, пахнет опять же как в Хелесе, легкой-легкой копченочкой. Классно. Если это копченый допельбок, ну, я сегодня не в шляпе, потому что сейчас в солнце еду. Но я снимаю шляпу вот так вот, да? Потому что такого подстиля я еще не пробовал, не видел. Ну что ж, давайте прочитаем перед употреблением. Тю-тю-тю-тю-тю, допельбок, шлинкерла, оак, смок, one pinta, 0,9. Тогда был 0,5, сейчас 0,9. Что это значит? Хрен знает. Опять же розлив 12-го, 24-го. Ну и наши, конечно, написали, что 31-го, 12-го, 23-го розы. Странно, да? Все бутылки, получается, у нас, это 5-е, завтра будет последнее, все розлив одного месяца. Ну, классно. 8 алкоголя я сразу вижу. Ну, давайте плотность, 15. Что-то мало плотности. 8 на 15 пиво пастеризованное, темное, фильтрованное, копченое на дубе. Ммм, оак, смок, на дубе копченое. То есть, вчера у нас было, что, на вишневой щепе, да, пиво. Ну, или стружки, там, я не знаю, на чем. Сегодня у нас на дубе копченое, то есть, ну, класс вообще. Что тут сказать? 8 процентов. 0,5, естественно, это чебурашечка, родная, советская. Ну, уже немчуренская, конечно. Состав? Ну, вода ячмена, солод хмель. Что вы хотели? Все, типа, все, что вам надо, вы знаете. Прикольно, я как будто намазался это. Серьезно, этим спреем напрыскался. Комары подлетают и тут же улетают. Вот вам сил алкоголизма. Никаких химикатов не надо. Все натуральное. Ну, копченочка, копченочка такая скромная. Естественно, за копченочку доппельбока вы не почувствуете. Ну, то есть, ну, как доппельбок, да, серьезности какой-то. Вроде что-то, нет, копченкой забивается очень хорошо, гармонично, опять же, красиво, без всякого перебора. Прямо, ммм, красота. Давайте смотреть, что будет на вкусе. Да, это мое. Это для алкашей. Кстати, крепость и терпкость даже вообще не ощущается. Есть копченочка и вот такая солодовая, хорошая солодовая нотка. Копченка. Оно грубое, по-лагерному грубое. Но мне нравится. Они бы еще в уши, у меня что там, меньше алкоголя, что ли, в ушах, что они в уши залетают. Может сказать, что-то хотят. Не, оно округлое. Блин. Первый глоток был очень грубый. Второй глоток, он мягче пошел. Оно такое округленькое стало, как будто это не лагер, а вот какое-то элево такая составляющая. Алкоголь 8%. Блин. Трудно почувствовать за копченочкой. Она тоже, она без перебора, как вот было в понедельник. Мэртсон, он прямо там была жесткая копченка. Вайтсон, там во вторник был, там была жесткая копченка, но за счет того, что это был Вайтсон. То есть это был Эль, это было очень мягко, округленько, хорошо. Вот здесь вот такая же история, это вот, блядь, это хорошо. Я не знаю, как тут распинаться, это мое. Вот просто это мое. Вот вчерашнее черри было не мое. Оно может быть и вкусное для кого-то, но просто не мое. Для меня вот это вот прямо, для меня это потрясающе. Умеренная копченость без перебора, как в первом и во втором, было в видосе. Ну это прям хорошо. Слушайте, ребят, ну вот, если вас не испугает 8% алкоголя, они, кстати, вообще не чувствуются. По вкусу это вкусно. Не по содержанию вкусно, а по вкусу вкусно. Мне прям нравится. О, я с удовольствием эту бутылочку допил. Я прям не ожидал. Это очень хорошо. Это сбалансировано. Вот в чем, вот, блядь, вспомнил свою фишку. Когда мне пиво нравится, когда не нравится. Есть баланс, все, оно мне нравится. Нету баланса, все это, это, ну, блядь. Мне кажется, это логично, наверное. Это оно сбалансировано. Вот это хорошо. Ну, помимо баланса, еще есть такие вещи, как санина, да? Мы уж их трогать не будем. Но в хороших, дорогих пивасов должен быть баланс. Там санина не будет, но должен быть баланс. Вот это сбалансировано. Это хорошо. Вчерашнее мне не очень показалось сбалансировано. Может, просто не мое. Вот это прямо в душу впало. Ребят, зеленую вот такую шлинкеру. Очень советую. Так, эта допельбок. Она, по-моему, самая дорогая была. Что-то 385, что ли? Ну, предыдущие-то были тоже не сильно дешевле. Там, на 20 рублей. Что-то 360 рублей. Вот это 385. Как бы, ну, лучше 25 рублей доплатить и вот эту штуку купить. И кайфануть. Ты кто? Паут или овод? Что ты надо мной вьюшешься? Ну, все. Больше видос не буду затягивать. Вы, по моим эмоциям, поняли, что это, как это. Можете прислушаться, можете сказать, что я уже пробовал в комментариях написать. Я пробовал, вообще не зашло. Говнище полное и туда, и сюда. А, вот в чем тут баланс. Ни кислинки нету, ничего. И сластинки, кстати, нету. Вот в чем. Гармоничность этого пива. За счет копчености нету сластинки крепкого пиваса. Вот, блядь, это шикарно. Вот, просто вот. Ой, все. Будем заканчивать. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Это допельбок копченый. Это просто шикарная вещь. Аж линкерлы. Точнее, хеллерби. Брой, брой. Брау, брой там. Открывайте для себя эти... А, ну все, я сказал. И не прощаюсь. Будет второй видос. Там будет сюрпризик такой небольшой. Но сразу оговорюсь, это сюрпризик для пермских зрителей. Ждемся.